Вы смотрите информационную программу «Вместе» в студии Баира Роднаева. Здравствуйте! Обо всех событиях республики расскажу вам я и мои коллеги. Зимние сельские игры открыты. Асфера праздничная, классно. В Улан-Удэ работает музей забытой музыки. Кто раздетый, кто с пролитой головой. Чего хочется весной? Ответы у Улан-Удэнцев. Хочется верить, что все еще впереди. В селе Турунтаево Прибайкальского района нынче жарко. Все потому, что туда съехались почти тысячи спортсменов со всей республики на зимние сельские спортивные игры. Репортаж с открытия смотрите далее. Знаете, где мы? Мы на сельских играх! Асфера праздничная, классно. Мой ребенок где-то выступает здесь, вот на открытии. Я сам три раза участвовал в сельских играх. За свой Кижингинский район участвовал. И двукратный чемпион сельских игр по шашкам. И для меня это очень приятно, когда вот эти сельские игры проходят. И сегодня это вот открытие идет. Столько много радостных людей, жителей местных. Вся республика здесь у нас находится, на Прибайкальской земле. И спортсмены сами, тысячи с лишним спортсменов участие принимают. Очень много местных жителей, болельщиков приехали из города, люди приехали поболеть. Ну я всю жизнь в спорте, я преподаватель физкультуры. А именно на сельских играх выступали когда-нибудь? Выступал. В каком? Это вот, я во-вторых, летний. Ну, короче, выступал. В Улан-Удэ появился музей забытой музыки. Там собрана коллекция русских народных инструментов, созданная мастером Сергеем Плотниковым из Воронежа. Интерактивная выставка проходит в виде увлекательной экскурсии концерта, во время которой можно будет узнать традиции и обычаи русского народа. На хромой да на кобыле, это наши скобари, скобари, народ потешный, едут с ярмарки домой, кто разутый, кто раздетый, кто с пробитой головой. Я музыкой-то вообще-то и не занимаюсь. Я занимаюсь изготовлением народных музыкальных инструментов, изучением их истории и рассказами про них. Музыка – это исключительно как дополнение к рассказу. Поэтому я себя музыкантом общаю, я всегда говорю, я музыкант по неволе. Инструмент сделал, надо проверить, ну и хоть чуть-чуть его показать. Вот, ну, исключение составляют там гусли, колесные лиры, там я под гусли много чего пою. Вот, но я себя музыкантом не считаю. Отдельно очень простые инструменты. А играем на двух. Жена подарила мне книжку Василия Бычкова, музыкальные инструменты с чертежами. И чтобы летом жизнь славянского лагеря там украсить, она решила, что я сделаю трещоточки и, может быть, дудочку. Вот, дальше это у нас, у нее там, это, планы не шли, когда она книжку дарила. Но там был чертеж волынки, и я уперся, что я волынку сделаю. Я человек рабочий, чертежи читать умею. Ну, один куплет хватает. Ну, и полгода помучались, волынку сделали, а дальше легче пошло. Волынку сделали, арфу сделал, арфу сделали, гусли сделал, гудок. Потом на Бородский фестиваль выезжал, рядом с палаткой выкладывал, значит, несколько инструментов. И народ с утра до вечера вот так стоял. Одни ушли, другие пришли, одни ушли, другие пришли. Я все рассказывал, рассказывал, рассказывал. И жена говорит, все, Сережа, народ жаждет знаний, надо делать музей. Совсем недавно Сергей приехал в Бурятию, чтобы познакомить желающих с народным музыкальным инструментарием. Его лекция проходит максимально весело. Песни, частушки, поговорки. А самое главное, мастер дает потрогать инструменты и даже сыграть. Я занимаюсь исключительно русскими народными инструментами, потому что когда-то начинал я вообще-то с европейских, с африканских, австралийских, эти всякие посохи дождя, деджериду, барабаны. Но потом помнится, супруга мне говорит, Сереж, пусть Европа занимается своими, Африка своими, а мы должны заниматься своими, потому что ничего не знаем про свои. Ну и, собственно говоря, вот так процесс и пошел. 20 лет я занимаюсь изготовлением и 15 лет музейным делом. Гудок – это смычковый музыкальный. Полюбоваться, послушать и поиграть на музыкальных инструментах можно будет до 23 марта в этнографическом музее. А также Сергей Плотников может устроить выездную интерактивную экскурсию в любое образовательное учреждение и даже по Пушкинской карте. По всем вопросам обращайтесь в администрацию Этнографического музея народов Забайкалья. Возрастное ограничение – 0+. Диана Левина, Николай Долбаев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал». Весна – самое долгожданное время года. Когда природа пробуждается, хочется дышать полной грудью и наслаждаться теплыми солнечными лучами. А с чем это время ассоциируется у жителей нашего города, смотрите далее. На календаре уже 2 марта, а это значит наступила весна. Наконец-то закончится холода и можно будет больше времени бывать на природе. А что ожидают от весны жители нашего города? Погнали спрашивать. Какие чувства у вас вызывает весна? Весна – оно обновление, радость, природа пробуждается и рождаются новые мысли, новые мечты. Гулянки допоздна, тепло, велосипед, да и все вроде бы. Вы у себя не катаетесь? Да. Часто? Всегда. Еще рано, я думаю. Когда начнете? Месяца через полтора. Весна – это цветы, душа, солнце, радость. О, она какие-нибудь уже есть. Что-то весна, скоро в университете готовимся. Это, наверное, главное событие сейчас, на данный момент, ближайшее. Расскажите, что готовите? Секрет. Заниматься спортом, побольше времени проводить на свежем воздухе, с ребятишками гулять, выезжать в места, как и на графический музей, на природу. Недостатки есть у весны? Слякоть. Все капает, все в грязи, потом обувь грязная. Ну, когда на душе-то весна, грязь этому не помеха. Главное, чтобы на душе была весна. Я сам вообще гость в Улан-Удэ, в принципе, в данный момент, но ждем, чтобы Улан-Удэ расцветал. Откуда приехали? С Читы. С Читы. Как вам Бурятия? Ну, красиво. Есть стремиться часы еще куда, в принципе. Ну, постараемся догнать Улан-Удэ. Своё здоровье весной уберечь? Ну, рано не переходить в демисезоновые вещи, наверное, подольше ходить в тепле, ну и принимать витамины. Я на регулярной основе делаю, занимаясь спортом три раза в неделю и также принимая добавки в виде разных витаминов. Но не просто так, а на основании анализа, чего тебе не хватает. Скажите, пожалуйста, чувствуете ли, что пришла весна? Да, конечно. Как-то даже воздух по-особенному стал пахнуть. Вроде ушла апатия, уходит постепенно. Хочется, вроде, снова учиться. Весна – это все-таки обновление жизни во всех ее проявлениях, не только в природе, но и в человеке. Хочется верить, что все еще впереди. Мы надеемся, что весна жителям нашего города принесет только положительные эмоции. Анастасия Брянская, Николай Дубаев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал». На этом у меня все. Еще больше новостей мы с вами узнаем вместе в следующем выпуске. С вами была Баира Роднаева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова